Итак, всем большой привет! С вами, как всегда, я Дезертир. Я немножечко решил тут полетать и, в общем-то, исследовать системку. Решил помочь Джейкобу не изучить область раскопок. Попутно заметил, что системы здесь действительно больше не существует. Мы ее, к сожалению, уничтожили. Нас перекинули на ближайшее мясное скопление. Мясное, почему мясное, непонятно. В общем-то, где земля, люди, все дела, там нам, собственно, и встречался адмирал. Ладно, я думаю, что мы в туманность розетки пойдем и поможем Джейкобу и также изучим область раскопок. Первым делом область раскопок, потом помогаем Джейкобу. Надо уже потихонечку помогать команде. Запуск сканера. Здесь все исчерпано. Итак, читаем. На поверхности планеты замечены наемники. Протоколы шифрования связи характерны для синих светил. Предполагается нахождение здесь нелегального археологического раскопа. Намерения синих светил неясны. Предполагаю, что нам придется выяснить, что же они затеяли. Надеюсь, эти нелегальные раскопки станут не нашими могилами. Было бы не очень круто. Ладно, добавляем, как всегда, наших друзей. Подтверждаем. И, наконец-то, можем дезинтегрирующие патроны прокачать на полную мощность. Также можно прокачать гранаты, в принципе. Они будут наносить больше урона. Слушайте, даже не знаю. Ладно, пока дезинтегрирующие патроны приобретем. Нам, в принципе, там много еще будет. Итак, электромагнитные свойства патронов заставляют врагов-синтетиков срываться после гибели. Дополнительный эффект длится до тех пор, пока на цель не будет наложен другой эффект. Урона на 7 счетам с синтетиком на 60 превышает базовый урон от оружия. Длительность 3 секунды, длительность перегрева 6. Члены отряда также получают дезинтегрирующий патрон, позволяющий наносить дополнительный урон синтетикам. Я думаю, что лучше мне все-таки вот эти крупнокалиберные поставить. Все, наверное. Кстати говоря, если вы сейчас смотрели внимательно ролик, то в момент приземления, когда показывали вот эту сторону, как раз, где садился наш корабль, можно было уже увидеть стоящего там Гаруса вместе с доктором. Зачем так забывать? Так, я вот думаю, как бы мне их так хорошенечко убивать, как вариант. Зачем гранат там. Так, мне не нравится то, что они морду так хорошо прошивают. Да не только, честно говоря, морду. О, потому можно шмальнуть. Отлично. Ты решил к нам выйти, дружочек? Так, я тебя встречу. Отличненько. Опа, еще одному можно шмальнуть. Нейтрализован. Замечательно. Так, ну там ребята уже использовали. Так, ну теперь можно в любого из этих шмальнуть. А, ну да, я-то думаю, что я никак не могу нормально по ним стрелять. А мне просто винтовка не настроена. Вот теперь самое оно. Теперь у всех идет заморозка. Все круто. Мне просто интересно, правда, когда они закончатся. Разбей-ка его, пожалуйста. Ага-га-га. Только веселый. Поджарю. Заморозили и поджарю единовременно. Круто, не правда ли? Так, сохраняемся. Нулевой элемент. О, еще один. Не зря пробегался. Немножко, но не хватит. Так. Надо бы собрать с них патрошки. Патрошки на дорожке. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Мало ли в этих хрупких контейнерах что-то лежает, может. Мы помним это. Не всегда, но может. Итак, что же нас ждет внутри? А, внутри нас ждут еще кучи синих светил. Какой ты молодец, морда. Подожги-ка его, пожалуйста. А ты взорви. Замечательно. А я добью. Кто следующий? Надеюсь, следующих не будет, на самом-таки деле. Но, скорее всего, будут. Ладно, личным шкафчиком добыли кредитки. Так. Это здесь или там? У-ху-ху-ху! Просто замечательный глюк игры. Мне так понравилось. Просто, знаете, вы как бы заходите и... На вас выболевают четыре чувака сразу. Так, круто. Ну, можно сразу его поджечь. Раздолбать там, как вариант. О. Ну, зато теперь глюка не было. Я их поджечь! Уложим тебя сейчас, чувачела. Не хочешь охладиться немножко? Я вам скажу, что что-то их как-то много здесь стало Ловите вам гранатку Прям в морду Морда, прости, я не это имел ввиду Хотя, думаю, ты меня понял Так, в тебя это А в тебя разогреть его Ты чё он, бедняжка, замороженный? Так О, круто, там ещё сверху пошло, да? Так, нет, тебя подогреть надо Чё-то их много здесь стало, кстати Сначала подогреваем, потом остужаем Всё как надо О, можно кредитики взять как вариант О, я правильно подумал Спрячемся получше Так, надо этих ребят убивать А то мне это чё-то нифига не нравится Вот, например, этого поджечь А теперь можно ничего и сбить Чтоб вам прям совсем хорошо было Да не того ты поджёг морда Не того Вот теперь можешь поджигать А теперь ты можешь долбать Отлично Жги морды Кстати, надо опять их скиллы на Эту панельку вынести Так будет попроще Эм, стоп Ты не те скиллы вынес Замечательно, можем сохраниться Посмотрим, что у них здесь в комнатке было Ещё личный шкафчик Аптека там, смотрю, компьютерный терминал А патрончиков только один оставил И новенький, ну ладно Так, забираем аптечку Панелинчик нам нужен Семь штук теперь у нас его Это прям Радует меня, честно говоря Много панелина не бывает О, патрончики Всё-таки побольше мне оставили, да Так, давайте мы Сохранимся, получить доступ к компьютеру Исходящее сообщение Просьба о помощи Капитан Сантьяго Надеюсь, у вас всё хорошо Нам требуется ваша помощь Для перевозки персонала Снаряжения и найденных артефактов Я высылаю представителей Для обсуждения деталей договора Напоминаю о деликатности груза Надеюсь на вашу осмотрительность Доктор Фарин Глава отдела специальных проектов Эксогения Входящее сообщение Давайте заключим договор Доктор Фарин Конечно, мы предложим вам Сопровождение В знак доброй воли Мы направляем вам корабли и людей Капитан Вида Сантьяго Помощник начальника Штаба Синие Светила Чё-то мне кажется, что Эксогения опять Что-то творит Не то Как вы помните, в прошлый раз Мы встречались с этими работниками И они были не очень-то Хорошими ребятами Думаю, в этот раз Нам вряд ли всё лучше Спросите Зачем я разрушил Очень просто Ну, давай На близком расстоянии Вы бесполезны, ребят Ой, этот бедняжка Даже застрял Жалко даже чувака Честно говоря Привет Познакомься с моим Ударом с левой Или с правой Всё в этом бью С правой Так, на самом деле Я думаю, что Он неплохо завис И мне это понравилось Но надо Двигаться чуть дальше Вот об этом я и говорю Остался последний Лейтенант Лок Интересно, кто он такой Но я думаю, что я сменю сначала оружие На вот это Попробую его достать Если получится, конечно Для этого я должен пробежать Буду вот сюда, скорее всего И использовать замедление Так Ясно Здесь тоже ничего не используется Здесь будут возгорающие патроны Но лейтенанта они тем временем добили Так что Патрончики мне уже не особо нужны Но всё в любом случае хорошо Так, перезаряжаемся Очищенный нулевой элемент Замечательно Патрончики мне никто не оставил Да ладно Лейтенант Лок После получения артефакта Вам надлежит встретиться с капитаном Ворхесом на борту Стронсового мула В системе Арин Ларкан Туманность Омега Если Ворхесу понадобится помощь Предоставьте её Капитан Сантьяго Я знаю, почему это никто не озвучивал Просто потому что Блин, язык сломаешь С первого раза такое прочитывать Оу Протанская видеозапись Это какой-то интересный артефакт Ну что ж, посмотрим Найден протеанский артефакт Устранены наёмники Синих светил В области раскопок Протанский артефакт Как я понял Показал нам ровно то Что должен был показать Тот маяк Найден прай Когда-то Найдена нулевого элемента И собственно На этом мы закрываем Нынешний отчёт Я думаю Маленькой вот такой серии На сегодня хватит Всем спасибо за просмотр И бегите смотреть Собственно Завтра уже Следующую серию Про то Как мы будем помогать Нашему Чёрному другу В общем всем удачи И пока-пока Дорогие друзья Субтитры сделал DimaTorzok